Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр и Залим. Здравствуйте! И сегодня мы с Залимом хотим вам показать мега популярные коляски. Особо они даже при вставлении не нуждаются, но по телефону люди приходят и постоянно спрашивают, чем, какой Joy отличается от другого. Вот сегодня мы поговорим о двух моделях. Я вам покажу Mytrax, а ты? Joy Lightrix 4. Lightrix 4. Это технически очень похожие коляски. Они действительно почти как братья-близнецы, но у них на самом деле много отличий. И сегодня мы их вам покажем. И чтобы немного освежить в вашей памяти, что это вообще за коляски, будем говорить, в принципе, и в целом их технические характеристики. Например, что касается веса. Joy Mytrax весит 12 килограмм. Это достаточно тяжелая коляска. А Lightrix 4 будет, ощущимо, легче 9,7 килограмм. 9,7 килограмма. Joy Mytrax весит ощутимо больше. Не просто так. Всегда, когда в коляске вы видите надувные колеса, коляска как минимум на 1,5-2 килограмма обычно тяжелее, чем полиуретановые. Здесь же полиуретановые колеса, да? Да, здесь полиуретановые. Отметил бы, что в Mytrax надувные колеса задние. Спереди полая резина. Они без возможности подкачивания. И вот вам сразу же разница в плавности хода. Joy Mytrax достаточно тихо и мягко едет. Lightrix легче, но жестче и шумнее. Шум не очень большой, справедливости ради. С комфортной эксплуатацией в этой коляске тоже будет. Да, я не говорил, что она очень шумная. Она просто шумнее, чем Mytrax. Так, давайте мы пойдем с вами разницу смотреть сверху вниз. И первое, о чем хочу сказать, это ручка. Ручка в Mytrax обита эко-кожей и регулируется телескопическим образом. А у тебя что в Lightrix? В модификации Lightrix в последних поколениях ручка стала тоже кожаной. Но ручка не регулируется. Рассчитана под средний рост родителей. Раньше действительно была вспененная резина, да, получается? Да, вспененный материал был, сейчас из эко-кожи. Да, она стала чуть попремиальнее. Сразу же, что бросается в глаза, это у Mytrax мы видим подстаканник, а у Lightrix будет органайзер, состоящий из двух подстаканников. И посередине будет кармашек. Для всякой мелочевки вполне себе подойдет. Так, что касается козырьков, давай сравним с тобой козырьки. Козырьки по большому счету, мне кажется, одинаковые. Вот сейчас он в обычном состоянии. Мы открываем. И видим еще одну секцию. Да, в Lightrix 4 точно таким же образом открываются дополнительные секции. Из разницы отметил бы, что по бокам сеточки остаются. Да, и вот эта часть из сеточки в Lightrix вам побольше, чем в Mytrax. В Mytrax сеточка меньше, соответственно, секции. Так, смотровое окошечко есть здесь и там тоже. Здесь тоже. Закрывается на липучках. Да, и тут, и тут на липучках. Сразу же хочется сказать про ткани. Это очень большая разница в этих колясках. В Mytrax ткань ощутимо, скажем так, подороже, что ли, ощущается. Это такая джинса плотная. Ткань, ну, прямо она вот такая качественная, понимаете, толстенькая. А в Lightrix? В Lightrix ткань действительно будет менее плотным, но при этом, ну, несколько слоев. То есть, не сказал бы, что здесь плохая ткань, но сравнивая с Mytrax, чувствуется, что здесь ткань используется попроще. Чуть-чуть дешевле, но тоже непродуваемая, воду хорошо держит, как и Mytrax. В эксплуатации вы разе не почувствуете, я говорил только про тактильные ощущения. Так, что касается сиденья, сиденья, именно про безопасность, давай сейчас их сравним. Здесь абсолютно, мне кажется, все одинаково. Пятиточечные ремни, мягкие накладки везде, бампер с тканью, с обидкой тканью. Бампер у нас только снимается, откинуть как калиточка нельзя. В Lightrix тоже самое, снимается бампер с двух сторон одновременно. И есть накладочки на плечевой зоне и в паховой части ремешков. Все абсолютно одинаково. Единственное, что сразу по сиденью, раз к вам повернули, в Lightrix длина сиденья 90 см, а в Lightrix... В Lightrix 4 будет покороче, длина сиденья составляет 84 см. И у Lightrix подножка, вот эта часть, она с эко-кожей. Здесь нет эко-кожи, такая же ткань, как и в основной части коляски. Окей. И еще очень удобная полочка остается и в Lightrix, и в Lightrix, чтобы ребеночек вставал, упирался ножками. Да, чтобы он сам спокойно взбирался на нее. Так, что касается багажников, давай взглянем. Здесь, по-моему, все тоже абсолютно идентично. Багажники, в принципе, одинаковые. И отличия в основном только вот то, что у Lightrix здесь плотная ткань, а у Lightrix... У Lightrix сбоку сеточка будет. Да, по объему они очень схожи, доступ тоже одинаковый. И что касается доступа, это, наверное, слабое место этих двух колясок, потому что, когда мы опускаем туда, ну, попасть, такое себе. Да. И вообще, в принципе, он не очень большой изначально, потому что он отсюда, и вот, ну вот, как бы ничего крупного. Мячик даже туда запихнуть сложновато. Тормоза у них тоже абсолютно одинаковые. Скидали. Нажимаем и носочком поднимаем. Да, но зато, когда вы нажали, большого усилия не требуется, чтобы его откинуть. То бишь, давить обратной стороны обуви... Механизм срабатывает легко. Да. Так, что касается комплектации, напомню, у них же дождевики есть. Здесь, кроме органайзера и, соответственно, в случае с Майтреком стаканника, в комплекте еще будут дождевики и в Лайтрексе, и в Майтрексе. Угу. Комплектация одинаковая. Так, теперь, как они складываются. Здесь тоже абсолютно все одинаково. Здесь под ребенком есть вот такое место, где нужно поднять ткань. И мы увидим там ремешок с кнопкой, который вот поднимаем, нажимаем. И получаем вот такую вот колясочку в сложенном виде. Здесь, чтобы сложить такая же система, кнопочка и ремешочек. На сжатом положении кнопки тянем ремешочек вверх и складывается. Ну, я еще отметил, что в сложенном виде и Майтрекс, и Лайтрекс будут стоять, и будут стоять именно на колесах. Ничего не пачкается в сложенном виде. Это очень удобно. И за счет того, что бампер цельный, можно за бампер переносить саму коляску. Вот изначально я вам говорил, что он не откидывается как калиточка. Это как бы не очень удобно. Но из-за того, что он жестко становится, за него можно браться и носить коляску. Здесь как бы там потерялись, здесь получили. Так. В целом, по большому счету, разница. Что-то еще есть? Добави. Я думаю, что это еще про амортизацию сказать. Амортизация. Давай. Что касается амортизации. У Майтрекса небольшое все-таки отличие. То, что надувные колеса, она будет помягче. Спереди мы видим, что амортизация, ну так, не очень сильная. Сзади. Очень хороший ход. Да. Тут вообще отлично. Здесь, по сути, амортизаторы именно такие же. То есть, спереди такие упругие пружинки в передних колесах. Сзади хорошие мягкие амортизаторы. Но за счет отсутствия надувных колес, в итоге, плавность хода будет интереснее именно в модификации Майтрекс. Вот. По-моему, все. Да. Тут уже мы всю техническую разницу мы вам показали, рассказали. Естественно, выбирать вам. Единственное, я бы подытожил. Майтрекс просто ощущается немножечко подороже из-за материала. Это вот сразу вот, что мы щупаем. Да, вот здесь вот кожа, чуть другая прострочка. Ну, чуть-чуть она поприятнее. Плюс она чуть потише едет, чуть помягче. Но она и чуть подороже. Вот, собственно, выбор здесь строить кому что надо. Если плохие дороги, наверное, в большей степени имеется в виду. Наверное, Майтрекс чисто для города. Лайтрекс тоже было бы вполне достаточно, мне кажется. Ну, преимущество Майтрекса еще в том, что легче. Да, 12, 9 и 7. 9 и 7. Это большая разница, на самом деле. Это прям чувствуется. Кому-то это очень важно. В общем, собственно, мы подытожили. Единственное, хотим пожелать вам сделать хороший выбор. Выбор можно сделать, если даже вы сомневаетесь. Первые коляски вам привезут, две коляски на выбор домой. Вы можете там посмотреть и что-то одно выбрать. Это очень удобная опция, так что пользуйтесь. Ссылки внизу на обе коляски будут в описании. Ну, а мы, собственно, прощаемся с вами. Пока. Всего доброго.